всем привет сегодняшнее видео посвящается яйцам но мы не будем их нести варить или жарить не будем по ним даже пинать а мы просто возьмем яйца их раскрасим сделаем их пасхальными а для этого нам понадобится photoshop мы его открыли и теперь мы делаем новый документ создать ли создадим документ размером 500 на 500 пикселей теперь выбираем инструмент вот здесь инструмент эллипс и рисуем эллипс а вот такой вот эллипс нарисуем можем его подвинуть с помощью вот этого вот инструменте к по центру и теперь нам нужно эллипс превратить в яйцо для этого мы выбираем вот здесь инструмент угол а щелкаем на дуге и с помощью вот этих вот лучиков мы наше яйцо виды наш эллипс видоизменяем таким образом что вы он у нас стал похож на яйцо вот так здесь вот так ну там уже смотрите смотри какое вы хотите получить яйцо а в зависимости от этого вы поправите эти кривые этот эллипс и сделайте свое яйцо ну допустим я своим яйцом более-менее остался доволен поправлю еще вот здесь немножечко и я продолжаю а давайте с вами сделаем фон а я перейду на нижний слой фон а выберу голубой цвет какой-нибудь вот такой и возьму ведерко вот это вот и залью я будет голубой фон теперь я снова перехожу на свой с яйцо два раза кликаю или нажимаю вот эту кнопочку эффекты то есть стиле слоя и выбираю здесь наложение градиента вот мы видим да у нас наложился черный градиент но мы это поправим нам нужен не черный градиент а желтый выбираем вот здесь вот этот вот цвет делаем его желтым и с этой стороны вот этот цвет тоже делаем желтым каким-нибудь более светлым немножко вот так и нажимаем ok и ok а вот такое яйцо получилось а а теперь давайте мы его сделаем как бы объемным таким придадим ему выпуклость объем а давайте еще раз щелкнем два два раза быстро зайдем опять в это меню стиле слоя и здесь мы возьмем внешние свечи внутренние свечения и вот видите по краям по краям нашего яйца появился вот здесь вот такое свечение мы можем вот так регулировать вот этими ползуночками и вот этим то есть степень этого свечения ну должно быть примерно вот так получится я останавливаюсь и перехожу к внутренней тени а вот у меня внутренняя тень а здесь я задаю минус 90 то есть у нас тень должна быть внизу и вот этими ползунками настраиваю размер и смещение то есть ну предполагаем что источник света у нас сверху и делаем наше яйцо вот таким нажимаем ok и двигаемся дальше теперь нам понадобится узор на яйцо и где же его взять взять его можно следующим образом заходим в редактирование здесь управление наборами а здесь в этом меню выбираем заказные фигуры нажимаем загрузить и загружаем следующие фигуры вот этот вот файл csh это файл фигур мы его загружаем и у нас здесь появляются вот такие вот узорчики этот файл с фигурами я вам приложу статье к этому видео уроку вы сможете тоже их скачать и также подгрузить нажимаем готово и теперь я захожу вот сюда выбираю инструмент произвольная фигура и здесь у нас уже появились а наши узоры которые мы подгрузили вот они я выбираю какой-нибудь допустим этот и рисую прям поверх яйца а вот таким вот образом могу его немного подвинуть как мне нужно допустим вот так здесь задают цвет белый и здесь стиль задам не будет стиля вот эту кнопочку вот так теперь я нажимаю контрол т либо вот здесь в редактирование выбираю трансформирование свободно трансформирование контура выбираю деформация и вот за эти узелки я как бы обнимаю вот это яйцо то есть делаю делаю узор по форме яйца примерно чтобы у меня просто были эти линии параллельны как-то краям яйца чтобы узор принял форму яйца нажимаю enter и теперь два раза кликаю вот на этом а слое с узором и здесь задаю следующие параметры в стиле слоя обводка размер делаю 2 пикселя цвет делаю белый окей а и сделаю наложение цвета красный у меня здесь по умолчанию красный выберу его а нажму окей и сделаю небольшой прозрачность этого слоя ну так чтобы у меня не было столь ярким а побледнее тоже на ваше усмотрение как вам больше понравится я допустим сделаю как-то так теперь я нажимаю правую кнопку на этом слое и нажимаю преобразовать smart объект а вот так далее зажимаю контур и жму вот на этот слой маску с яйцом то есть вот сюда вот зажимаю контур и жму у меня появляется вот такое вот овальное выделение после этого я нажимаю вот на этот значок маска и вот так вот у меня обрезается лишнее далее давайте мы эти слои все объединим которые касаются яйца они фона вот эти два нажмем выберем их с шифтом задерживая shift мы вот так выделяем оба и нажимаем объединить слои все у нас осталось два слоя один с яйцом один с фоном и давайте чтоб она у нас в воздухе не висела а добавим травку а для этого мы заходим вот сюда в кисти нажимаем вот эту кнопочку и смотрим какие у нас кисти есть а у нас тут с кистями какой-то косяк нету кисти которая рисует травку а для этого мы чтоб она появилась заходим сюда и нажимаем восстановить кисти соглашаемся нажимаем ok и кисти по умолчанию заданной кисти по умолчанию у нас загрузился набор вот здесь вот есть такая травка вот это вот выбираем ее смотрим ага размер большеват мы немножечко уменьшаем и делаем примерно ну чтоб более-менее по яйцу было ну вот такой размер есть а теперь давайте создадим новый слой сверху яйца и слой снизу яйца вот они два слоя и начнем рисовать выберем здесь цвет цвет травы какой-нибудь зелененький такой так и цвет бэкграунда цвет бэкграунда у нас должен быть не черным а тоже зеленым но более темным вот наверное таким кисти еще раз инструмент кисть здесь выбираем траву выбираем размер но примерно вот такой или чуть побольше но так пусть и на слое которые за яйцом то есть ниже яйца вот так вот просто зажимаем и проводим слегка то есть вот так теперь слой который выше яйца спереди красим вот таким образом и закрашиваем здесь все внизу вот так еще раз сзади можно маленечко мазнуть а вот такой яйцо на травке и давайте мы еще немножечко добавим ему эффекта перейдем на слой с яйцом два раза кликнем и здесь зададим тень зададим тень сделаем освещение сверху то есть вот так смещение сделаем побольше размер оставим ну сделаем вот такие где-то параметры и уменьшим конечно ее непрозрачность посмотрим но тут уже вы визуально подкорректируете вся как будет лучше ну вот я вот такие параметры выставил нажму ok у меня небольшая тень там появилась а ну вот мазичка аккуратно лежит на травке и мы можем еще что нам осталось добавить только облака на небо для этого мы создадим новый слой сверху всех возьмем белый цвет зададим выберем кисть круглую вот такую ну произвольного какого-то размера и нарисуем здесь облачка можем менять размер а вот так вот таким образом можем условия с облаками немножечко уменьшить непрозрачность а щелкнуть два раза и опять же задать эффект внешнее освещение зададим параметры здесь цвет белый окей остальное настроим примерно то есть размах большой не будем делать вот такие вот облака такое яйцо после того как вы его сделаете вы можете эту картиночку на пасху отправить кому-нибудь по почте и поздравить его таким образом с этим хорошим и добрым праздником ну а у меня на сегодня все спасибо за внимание надеюсь вам было интересно до новых встреч а 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 Субтитры создавал DimaTorzok